в этом видео я хочу немножко рассказать про стамески само собой разумеется японские какую тему я хотел бы затронуть ручка как ее можно снять заменить и вот это кольцо как его назвать предотвращающая раскалывание ручки тоже как его настроить правильно чтобы оно было вот в этой стамеске имеется трещина на ручке в этом месте не могу сказать что это критично но просто если вдруг вы решите заменить такую ручку как ее во первых снять делается это довольно просто берется но лучше конечно же какой-то на режущую кромку защитный элемент надеть но я этим правилом пренебрег пренебрег буду делать как есть то есть берем и стучим я бы обо что-то твердое но в то же время чтобы не наделать вмятина ручки то есть должно быть по твердости что-то сопоставимое то есть дерево либо какой-то пластик таким вот образом стучим вот этим местом чтобы создать такое движение как бы сгибающие в этом месте чтобы ослабить как это сказать расшатать расшатать конструкцию стучим попеременно разворачивая то есть нет ни одним местом а разворачивая и вот постоянно таким образом стучим если стамеска довольно старый там скорее всего ржавчина то она может сняться не сразу как будто ни было все равно она снимется проделывая эту процедуру какое-то время вот заметно да вот здесь видно отчетливо что довольно серьезно ржавчина здесь внутри но в общем в этом ничего критичного нету вот и ручка когда мы снимаем тоже вот это защитное кольцо не кольцо то есть выглядит вот таким образом то есть в отличие от европейских стамес и где нету вот этого внешнего кольца то есть просто вставляется вот таким образом да это все дело и вот в этом месте как бы образование трещины а нет я сейчас наверное путаю все-таки до европейских наоборот вставляется вот сюда да прошу прощения немножко оговорился то есть японская стамеска вот такое представляет из себя конструкция вот так вставляется что здесь можно как бы сказать еще один зритель мне 1 спросил вот он купил стамески у него была трещина вот на вот этой юбки как он назвал где-то вот в этом месте по-моему с чем это связано такая трещина от чего она могла возникнуть современный как бы метод изготовления стамесок такой довольно быстрый порой то есть ну само собой надо понимать что есть стамески дорогие стамески подешевле стамески которые подешевле естественно делаются с меньшим количеством труд затрат поэтому вот это вот вот эта вот штучка она изначально имеет ну как бы толщину примерно около миллиметра но она как правило не совсем совпадает по размеру с вот этой шейки здесь и поэтому надев рукоять на стамеску здесь возникает такая ступенька вот и и и и на на камни потом стачивают чтобы здесь было то есть не было никаких ступенек зазоров заусенцев да то есть наверняка все видели что вот эта вот часть она обычно черная у стамесок а вот с этого места начинается такая она заполированная то есть она заполирована из-за того что как раз снимается вот эта неровность вот здесь на на камне чтобы получить все ровную форму и из-за этого если переход довольно большой то есть приходится довольно много снимать и железо и возможно как раз из-за этого эта юбка здесь стала очень тонкой и даже образовалась трещина но если не использовать стамеску как до лото то есть если обойтись без вот таких рычажных движений то есть если просто например использовать ее для ну либо для подрезания там либо если только удар без выворачивания то скорее всего здесь эта трещина она никак себя не проявит но если все же хочется как бы стамеской в полной мере пользоваться то такая трещина она конечно заставляет немножко насторожиться ну раз уж я снял я наверно все-таки почищу эту ржавчину и намажу маслом потом вставлю обратно вот а пока я хотел сказать про это кольцо это кольцо тоже как раз на этой самой ручке она вставлена хоть и правильно но не совсем то здесь сейчас видно что когда по нему стучали то верхняя вот это вот грань она немножко замялась вот вовнутрь и это не позволяет этому кольцу сейчас не вот не позволяет ему кольцу сейчас как это сказать по идее кольцо должно быть вставлено чуть поглубже чтобы вот тут был такой как бы грибок вот из дерева то вот из этого то есть как бы что вот это деревянная часть она чуть выходила сюда чтобы при ударе мы били не по кольцу вот поэтому как данной ситуации обили по ручке по по рукояти я не значит получится ли у меня его отсюда снять чтобы показать да то есть вот здесь тоже сейчас видно что образовалась своего рода ступень когда вот в этом месте сделала образовалась она потому что не было кольцо подобно изначально к этой ручке то есть перед началом использования стамески нужно обязательно это кольцо снять и на той стороне которая обращена вот сюда сделать небольшую такую фасочку закругления чтобы кольцо имело возможность чуть-чуть чуть-чуть заходить но поглубже да там примерно на пару миллиметр на пару миллиметров если она не залазит то нужно вот здесь тоже срезать немножко сделать чуть диаметр поменьше чтобы чтобы кольцо могло свободно заходить вот и когда она уже залезла сюда то есть немножко мы видим что вот деревянная часть уже выступает мы ее замачиваем в воде с надетым кольцом на пару часов вот и потом обстукиваем молотком чтобы образовался гриб такой но своего рода гриб здесь да из вот этих вот волокон то есть это это правильный метод то сейчас мне придется здесь во первых вот у этого кольца обжимного ту часть которая вот замялась внутрь ее сточить напильником либо каким-то абразивным элементом вот здесь тоже эту ступеньку снять здесь сделать фасочку и надеть правильно уже на ручку ну вот и наверное многие заметили что у меня здесь лежит еще стамеска советского производства насколько я знаю это лмз вот и я не то чтобы хотел что-то сейчас доказывать просто мне самому было интересно насколько по твердости стали отличается вот ну советских стамесок и вот стамесок японских как я ну я один раз видел в одной в одном уроке все владополтавцы он там рассказывал как они выбирали стамески в советское время то есть брали две стамески за спину их и друг об дружку значит хирак на который вмятина значит то они не брали ну я изобретать велосипед не буду сделаю то же самое стукну естественно я вот эти вот грани боковые то есть ни в коем случае конечно же не в районе рк то есть на работе от никак не будет отражаться но чисто ради собственного интереса сделаю такой тест вот я думаю нет разницы бить какой по какой то есть я то у которой нет ручки наверное я положил вот так вот на ребра 2 я стукну как меня стукну не по совсем удачному месту здесь и так полно каких-то сколов наверно стукну по-другому вот сюда попробую попасть в середину что мы видим видим мы я думаю вы тоже видите довольно серьезный на ощупь особенно хорошо ощутимый скол замятость вернее да здесь ну я ничего такого не ощущаю но я думаю видно что ничего тут не появилось никаких новообразований ну я не хочу сказать что это минус как бы хоть и стамески я думаю что она для своих задач вполне себе хороша но вот как бы примерно понять возможно кому-то это поможет что-то о твердости стали на японских стамесках надеюсь было вам интересно если что-то хотели бы еще увидеть то пишите в комментариях спасибо